На четвертой пониженной скорость не превышает 20-25 км в час. Поэтому в случае такого сильного понижения возникает необходимость в третьей передаче в раздачной коробке. Но конструктивно это невозможно в данной трансмиссии. Автомобиль на первой пониженной на холостом ходу, в принципе, движется скоростью пешехода. Тем не менее, сохраняется его динамик на четвертой пониженной. Можно неплохо разогнаться и одолеть какой-либо подъем или сложный участок, который надо пройти ходом. Вот демонстрация работы новой раздатки. Машина катится на холостом ходу, мотор не глохнет, скорость практически нулевая. Тракторные колеса, лебедка, понижающий ряд, внедорожный арсенал можно усилить межколесными блокировками. На штатные УАЗы, как известно, они не устанавливались. Не являюсь поклонником блокировок, хотя я считаю, что, безусловно, они очень полезны на бездорожье. Машина с блокировками сможет заехать достаточно, имеет больше внедорожный потенциал, чем автомобиль без блокировок. Но тут вступает то противоречие, что блокировки на данный автомобиль делает не так много производителей. Эти блокировки имеют много уникальных деталей. И лично я в своей концепции отталкиваюсь от того, что любая запчасть на данном автомобиле может быть куплена в любом автомагазине. Тут нет уникальных деталей фактически. Тут сборная солянка из разных автомобилей, импортных и наших, но все эти детали серийные. И блокировка в эту концепцию не вписывается. Плюс я опасаюсь за надежность блокировки. К сожалению, эти изделия не всегда имеют высокое качество, а имеют свернутую полуось или разводившуюся вилку. Включение, блокировки где-нибудь на тяжелом грунте мне лично не хочется. Поэтому я считаю, большие колеса плюс лебедка – это для меня оптимально. У нас здесь силовой бампер одного известного производителя. Собственно, кто в движении давно, тот его узнает. Данный бампер был куплен, это еще одна из таких первых партий, и имел существенный недостаток. Вот здесь хорошо видно, у него постоянно загибались ухи, называемых ухи боковые. Вот здесь видно даже вмятины. То есть любое касание дерева, и бампер уезжал туда, в сторону кузова. Поэтому мной лично было сделано из профиля сороковки такие вот распорки сбоку. И теперь бампер не гнется. Хотя сам производитель несколько лет назад, по-моему, произвел модернизацию и стал устанавливать дополнительные усилители внутри. И эта проблема с гулянием бампера ушла. Вот здесь у нас установлена замечательная лебедка системы T-MAX 9,5. Насколько я помню, такие уже не производятся, они лет года четыре где-то. Вот еще с блоком соленоидов, никобесекового микроуправления. Управление лебедкой выведено в салон на клавишу стеклоподъемника. То есть я могу без штурмана ездить, по большому счету. Конечно, это будет медленно, но в случае ли бежения нет необходимости постоянно подключать пульт, таскать его в салон, провод и так далее. Зацепил трос, сел на машину и поехал. Все. Если заглянуть снизу под автомобиль, тут мы видим защиту рулевых тяг неизвестного производителя, который мне пришлось напильником, сверлами и сварочным аппаратом подгонять под свой автомобиль, сколько дырки не совпадали где-то на 2-1,5 сантиметра. Совпала только одна дырка из четырех. Здесь мы также можем видеть усиленную уголком рулевую тягу от редуктора к колесам и рулевую тягу с наконечниками от автомобиля «Газель». Для этого мной была сделана, изготовлена в Питере специальная разверка, разверс, господи, как она называется, это слово «разворачивать-то», под специальный конус, потому что газельский наконечник, он толще, и в штатный конус он не встает. Я развернул этим инструментом новый конус, установил, что рулевые наконечники от «Газели», которые имеют резиновый чехол, не требуют смазки, они значительно более прочные. И, фактически, я думаю, мне хватит их до конца уже жизни, этого автомобиля. Потому что штатные наконечники постоянно добивались грязью, требовали шприцевания, и часто выходили из строя. Штатно из-за бортового редуктора не остается места для дискового тормоза. Поэтому портальные мосты, к сожалению, всегда были барабанные. И не только у «АЗа». Если взять тот же «Лапландер», у него тоже барабанные тормоза. Барабанные тормоза у вас в оффроуде, мне не очень понравились их поведения. Грязь, которая жидкая особенно, заливается в барабан, попадает в барабан, не может оттуда уже фактически убраться. Это быстрый износ колодок, это полное отсутствие тормозов. Нажимая на тормозную педаль, мы не получаем замедление машины. Это очень сильно мешает, особенно, когда надо остановиться на каком-нибудь склоне, чтобы перецепить, допустим, лебедку или еще что-то. Машина неуправляемая фактически становится. Я установил дисковые тормоза, тоже одного известного производителя. Но поскольку, как я сказал раньше, они в штатное место в диске не остается, он занимает буртредуктор, то приходится сильно расширять колею переднего моста, в данном случае, на 20 миллиметров сдвинуты колеса наружу. Но, тем не менее, это лучше, чем тормозить барабанами. Вот здесь стоят амортизаторы от грузовика «Газель», «Каяба», «Эксель-Жем». Очень мне не нравятся. Мягкие и вообще не работают с самого начала. По опыту могу сказать, что установка удобнее, установка амортизаторов от автомобиля «Тойота Ландкрузер» где-то 80-й серии. Единственное, там задние амортизаторы. Единственное, там шток уха у них, но полусварка-полуавтомат, который не сильно нагревает деталь в момент сваривания, решает эту проблему. Штатные ухи срезаются с амортизатора и привариваются на 80-часочный амортизатор. Проблем с этим нет. Бензобак, горловина. Потому что штатные бензобаки в случае обрезки под петли, их невозможно закрепить уже. Исчезают в штатных местах их крепления. Поэтому они были удалены, выкинуты на помойку. Как бы они еще и сгнили к этому моменту за два года. На новой машине бензобаки сгнили до дыр. И был установлен один большой вот здесь вот, на задней части автомобиля для его лучшей развесовки. Вот это вот замечательная металлическая штука, в которую врезан крышкой бензобака. Это не что иное, как собачья миска. Вот здесь вот также видно обрезанный, здесь достаточно длинный, низкий идет у него карман. Карман был удален, потому что эти карманы собираются грязь на себя. И установлены такие вот обрезанные тоже трубы. Сзади штатные барабанные тормоза. Единственное их отличие – это установка самоподводов. На 32 миллиметра от автомобиля «Газиль». Хотя, сзади я тоже планирую поставить дисковые тормоза, но как-то пока руки не доходят. Много автомобилей, не успеваю все делать. Здесь модифицирован кронштейн запаски. Штатный кронштейн запаски у УАЗика крепится к кузову. Вот, собственно, он остался. И замыкается здесь. Большое колесо на этот кронштейн не повесить. Что-то тяжелее штатного он не держит. Просто вырывает кузов с мясом. Сделана вот такая вот, типа калитки, что ли, с куском штатного кронштейна, которая замыкается на раме, но также замыкается на кузов. Но поскольку тут не происходит стопроцентного смыкания силового, он стоит через резиновые подушки, то взаимные перемещения кузова и рамы, они, в общем-то, не вырывают ни кузов, ни раму. Установлена вторая щеколда заднего борта. Поскольку кронштейн служил запором, вот так вот он запирал, но поскольку я его демонтировал, то задний борт, получается, частью отвисает всегда. Сделана вторая щеколда. Собственно говоря, можно его откинуть. Вот он, этот бензобак. Это какие-то запчасти ценные, не очень. Вот этот бензобак, о котором я говорил. Он находится там, в глубине этого силового короба. Силовой короб – это 20-я труба, обшитый алюминием, а алюминий проклеен изнутри шумозащитой, чтобы не бренчал на определенных резонирующих частотах. Полка, собственность фанера, основание десятка, 10 миллиметров, боковые стенки 5 миллиметров. Полка. Также там еще уголки алюминиевые внизу для увеличения жесткости. Здесь ездят все вещи, кроме инструмента. Инструмент здесь лежит временно. Я для этого полку сделал для того, чтобы можно было все личные вещи, такие как одежда, продукты питания, достаточно высоко положить. В случае затопления машины, затопиться по полку. Это уже... Немножко уже головы не соображать, чтобы так утопить машину. Есть также закреплен стационарный компрессор. Вот он здесь, шланг виден желтый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова